Камчатка Мы выезжаем с проспекта Победы от одного из общежитий и поворачиваем направо, чтобы с 10-го километра двигаться в сторону центра города. Вот сейчас мы дождались, меня пропустили, и автомобиль медленно тронулся вперед. Мы попали в обычную пробку обычного рабочего дня. А ведь я помню еще те времена, когда в Петропавловске дороги были совершенно свободными, когда пробка была непредставима даже в час пика. И вот мы потихоньку трогаемся, трогаемся и движемся в направлении стройгородка. Едем медленно. Время от времени останавливаемся. Ну что, поехали снова. Остановились на светофоре. На повороте к пищекомбинату. К тому самому одиозному пищекомбинату, вокруг приватизации которого, несостоявшейся приватизации, звучало так много скандалов в начале 2000-х годов. Вот мы тронулись, и по правую руку мы видим бывший Дом культуры Авангард. Сейчас там от Дома культуры остался только спортивный зал. И вот мы движемся дальше, дальше, дальше. Скоро по левую руку у нас будет бассейн, а по правую поворот к Институту вулканологии и сейсмологии Российской Академии Наук. Вот за этим самым светофором, который мы сейчас проедем, будет поворот к Институту, уникальнейшему научному учреждению, единственному в мире. А мы едем дальше. Спускаемся к восьмому километру. И опять встали на светофоре. Тут, кстати, два светофора с разницей буквально в 100 метров. Первый светофор, на котором мы сейчас стоим, это поворот с улицы Чубарова. Ну а следующий, он существовал очень давно. По левую, по правую руку новые торговые центры, которыми сейчас застроен Петропавловск. Такое ощущение, что люди только торгуют и покупают. А вот мы движемся, движемся дальше, потихоньку, никуда не торопясь, в пробке, которая все-таки уже перемещается несколько быстрее, и подъезжаем сначала к зданию таможни, которая мелькает слева. А чуть дальше вот мы видим бывшее здание Госкомприроды и Центробанк. Центробанк, за которым памятник пограничникам, называемый в народе трое непьющих. Вроде бы пробка закончилась. Мы проезжаем автозаправочную станцию Камчатнефтепродукта, а когда-то в Петропавловске было всего две АЗС. Вот эта, которая называлась АЗС, и еще одна АЗС в районе девятой школы. И движемся в сторону. Перекрестка под названием Силуэт. Раньше ориентир был магазин Политическая книга. Теперь в магазине Политическая книга торгуют кроссовками и штанами Адидас. Ну, а район стал очень оживленный. Тут недалеко. Заезд на Центральный городской рынок. Масса различных торговых точек. Киноцентр. И вот мы опять на светофоре. Но пробки вроде бы закончились. И дальше мы будем двигаться нормально. Быстро. Относительно быстро, конечно, по меркам Петропавловска. Тронулись. Поехали. Он сказал поехали и махнул рукой. Наш путь в сторону 6-го километра. Слева торговый центр Парус на месте бывшего кинотеатра, снесенного недавно. И вот дальше, 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 дальше проезжаем. 6-й километр. Поворот на дачную. Движемся в сторону 5-го километра. Кстати, надо отдать должное городским властям, что и асфальт, в общем-то, в городе сейчас неплохой, и чистят достаточно неплохо. Так что ездить можно. Не только на большой машине, на которой езжу я, но и на малолитражках. А ведь сейчас, фактически, на Камчатке еще зима. Да, начало марта, но это зима. Перед нами кафедральный собор Святой Живоначальной Троицы. Вот он справа, самый большой на Дальнем Востоке. Мы спускаемся к 4-му километру. Вот перед нами бывший так называемый мавзолей. Бывшая столовая, которую так назвали из-за сходства с большевистским зекуратом, стоящим в Москве на Красной площади. А мы едем все ниже, ниже, ниже. В створе улицы мы видим серое здание. Это Краевое управление внутренних дел. Краевая полиция, бывшая Краевая милиция. От перемены названий ничего не изменилось. Справа первая на Камчатке 16-этажка, построенная в начале 90-х годов. Мы сейчас завернем налево. Мы не поедем в сторону контрольного пункта по недоразумению называемого Комсомольской площадью. Мы поедем в сторону Сухарного. Бывшего Сухарного завода. Бывшего хлебозавода, который был построен в 45-м году. Его уже давно нет. Его преемником считается хлебокомбинат, расположенный в районе военно-морского госпиталя. Вот мы тронулись. И перед нами мы видим микрорайон Горизонт Юг. А там торчит небоскреб, который мог бы стать второй 16-этажкой на Камчатке, но после долгостроя стал 12-этажкой. Сейчас мы заедем, заправимся и после этого двинемся снова в сторону Заозерного. Маленькая пауза. Маленькая пауза, которая вызвана необходимостью заправиться. Сейчас я выключу регистратор. Вот теперь мы выехали и движемся уже непосредственно в сторону Заозерного. Перед нами самосвал, который везет собранный в городе снег на специальную площадку, где этот снег высыпают, и он ждет весны, чтобы растаять там. Мы проезжаем Камчатский водоканал. Самосвал надо обогнать, потому что иначе за ним придется долго плестись. Это кажется, что мы едем быстро. На самом деле, скорость видео в два раза выше реальной. И вот теперь мы заворачиваем направо и движемся в сторону поворота на поселок Нагорный в сторону Камчатского автодрома. И вот тут дорога становится хуже, значительно хуже, хотя это городская черта. Это не какие-то загородные места, не какое-то отдаление. Объезжаем колдобины, выбоины. Все-таки хорошо иметь машину с полностью зависимой подвеской, рамную мостовую машину, которая не боится подобного рода дорожных недостатков. Подъезжаем к повороту на поселок Нагорный. Вот сейчас слева будет этот поворот. До поселка останется несколько километров, но нам туда не надо. Мы поедем дальше. Мы поедем до развилки. Вот, кстати, как раз возле поворота на Нагорный мы обгоняем грейдер и движемся дальше. Левый поворот, который сейчас будет, ведет на новое городское кладбище. Туда мы тоже не поедем, туда мне еще рано. Мы поедем по так называемой пьяной дороге. Теперь это уже не пьяная дорога, потому что она, наконец-то, заасфальтирована, а раньше по ней проехать было очень сложно. Мы едем в сторону старого халактырского кладбища. Кстати, площадка для сбора снега, о которой я говорил несколько минут назад, находится вот здесь, вот по правую руку. А ведь асфальт-то достаточно неплохой, не правда ли? Подъезжаем к развилке. Справа у нас старое халактырское кладбище, слева за деревьями асфальтобетонный завод. И движемся в сторону поселка Дальнего. Микрорайон Дальнего – это, конечно, не поселок. Это все городская черта, черта Петропавловска-Камчатска. И опять-таки не перестаю радоваться этой дороге. Едет, едет, едет. Синее небо, облака. Первые дни марта. Зима еще в самом разгаре. Еще в марте, да скорее всего, и в апреле будут пурги. А вот теперь мы завернем в микрорайон Дальний. Вот мы подъезжаем к повороту. Дальний – это бывшая дальняя усадьба совхоза Петропавловского. Сам совхоз когда-то, да в 30-е годы 20-го века, располагался в районе нынешнего, четвертого километра, в районе сухарного завода. А здесь была его дальняя усадьба. Здесь есть свой детский сад, своя школа, закрытый, великолепный дом культуры. Проезжаем мимо. Это предпоследний микрорайон в эту сторону. До конечного пункта нашего следования, до Заозерного, осталось около пяти километров. Около пяти километров хорошей дороги. И вот мы спускаемся с горки, спускаемся и проезжаем так называемый хуто. Последние дома микрорайона Дальнего. Нет, несмотря на лужи, несмотря на тепло, несмотря на солнце, это еще не весна. Это еще не весна, потому что утром температура опустилась до минус пятнадцати градусов. Сейчас, да, около нуля. Но это не говорит ни о чем. К вечеру опять может подморозить. До Заозерного осталось меньше двух километров. И машина едет и едет вперед. Справа начинаются бывшие совхозные поля. Здесь когда-то высаживали и собирали десятки тысяч тонн картофеля, капусты, моркови. Сейчас совхоз Петропавловский банкрот. Его фактически не существует. Ну, а нам осталось совсем немного. Вот мы уже пересекли черту Заозерного. Конец нашей дороги. Теперь, как вы уже привыкли, ставьте лайки. Если, конечно, вам понравилось кататься по Петропавловску, не стесняйтесь комментировать. Если же вы тут впервые, не забудьте сразу подписаться, чтобы не пропустить новые выпуски. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Продолжение следует...